Так, ребят, всем привет! Только что, только что закончил стрим и давайте сделаем отдельный видосик для тех, кто на стриме не был, потому что сегодня среда и сегодня у нас акции. Для начала давайте выберем роскошный выбор и посмотрим, что у нас здесь есть. В общем, вам предоставляются два товара в магазине, билетик по 40 монет и, значит, яйцо дракона по 200 монет. Ну, я не рекомендую его брать, типа сильно затрачиваться, пока что слишком дорогой итом, потом можно будет взять его подешевле. Вот, элитный билет можно обменять на коробки трех видов. Из самой классной коробки будет падать фиолетовый купон и всякая снеть. Из средней коробки тоже фиолетовый купон и всякая снеть. Из, значит, плюс еще оттуда падают сертификаты на особое снаряжение, их можно вот тут пообменивать на внутренний буст. Но сколько там падает, типа с 1000 рублей, типа, вообще, не знаю, совершенно, да, потому что иногда пишутся шансы, иногда не пишутся шансы, как это все работает, я хреново знаю. Вот, самая хреновая коробка тоже фиолетовый купон нам дает и тоже всякую снеть. Вот, и еще тут купон на припас идет из самой хреновой коробки, но это просто расходка. То есть из средней коробки можно вытащить купоны на внутрянку, отсюда на расходку, а из большой коробки просто очень прикольные итомы. Там, по идее, должны идти, но насколько они там прикольные будут идти, не понятно. На, вот, значит, сами эти фиолетовые купоны, да, с одной коробки L8K мы 200 таких можем налутать, 200, нет, 400. Купон создания, нет, все правильно, 200 штучек, 200 штучек мы можем налутать с одной коробки таких вот купонов. Вот, ну, ледяное оружие плюс седьмое за очень дорого, но можно взять, допустим, плюс седьмую пушку босса, она по относительно адекватному ценнику, я считаю. Кроме того, можно еще в обычное создание это все дело упороть, да. Здесь можно забрать за купоны вот такие вот купоны драгоценных камней, но это чистый скам, это чистый, здесь на каждой драгоценной камне нужно по несколько купонов, да. Поэтому это вообще бредятина вот это вот делать. Ну и так в целом остатки купонов можно будет на что-то поменять. Но даже этот невероятный усилий, он и то слишком дорогой, в игре другими способами его можно будет добыть. Далее еще можно себе покрафтить с помощью купонов создания роскошного предмета такие вот сертификаты на улучшение снаряжения от одной единички до 20, но понятное дело, что будет очень мало упадать, как правило. И далее с помощью этих сертификатов улучшения снаряжения можно будет подзадрочить себе пояс. Если у вас вообще никакого пояса нету, то можно сделать себе вот такой вот плюс шестой. Вот, в принципе дальше можно его апнуть еще до седьмого, но нужно понимать, что тут не стопроцентная вероятность. Ну вот, но седьмой просто фишка в том, что седьмой будет давать дополнительную единичку силы, и это всегда сочно и классно. Плюс купоны можно напрямую еще обменивать, ну разве что вот куколки здесь какие-то позаполнять для коллекции, да, то есть упаковка куклы ядра можно две штуки за одну L8K взять. Классно, но крафтить из них вторые куклы, это бредятина вообще абсолютно полная. Вот, это была первая акция, дальше давайте посмотрим на набор пушистых, набор пушистых друзей. В общем коробка, за две тысячи вы получаете рандомного питомца и небольшой набор снаряжения для него, за шесть тысяч вы получаете лису и пушку для нее, но без там всяких скиллов, эволюции и так далее, да, то есть если рандомного питомца с два косаря мы берем, допустим нам попался дракон, да, оттуда и мечик, и эволюция, и третья подвеска, и всякая расходка. Если берем лису, то только зефирус вот эту вот нам дают и саму лису. Петы не особо полезные, петы очень мало вам будут профита приносить, поэтому такое. Ну и третья акция, пожалуй, наверное, самая интересная на сегодня, какая только есть, во всяком случае богатая в плане описания. В общем, значит, в течение двух недель будет существовать отдельная зона, загон диких зверей. Вот, туда можно будет прийти, это не инста, это ничего, это просто зона, как обычный загон. Значит, в чем прикол? Там стоят, пасутся всякие петы, они примерно такие же, как на верхней пасеке, также с петом их нужно убивать. Два раза в день вылезают в 11 утра и в 9 вечера вот такие вот красные пацаны, в количестве пяти штук, с каждого будет вылезать по 6 петов после убийства. Ему нужно ударчик нанести, чтобы задание ежедневное выполнить, и если вы его добиваете, то с вероятностью 20% получаете шкатулку с пятым камушком, либо получаете, ну, вот такой вот наборчик сундук, откуда тоже можно что-то вытащить в теории, но не очень прикольно. Вот, как только вы их добиваете, этих красных пацанов, вылезают петы. С помощью ивентовой сетки, которую можно взять у ивентового НПС, можно будет попробовать их словить, то есть вы кинули сетку, с вероятностью 1% он словится в эту сетку, вот, и дальше еще с вероятностью 6.67 вы получите итем для призыва этого питомца, либо с вероятностью 5% его получите, если это лиса. То есть нужно сначала в 1% попасть, потом в 6.67, либо в 5, да? Вот, если же во вторую вероятность вы не попали, то просто получаете, значит, мешочек со всякой расходочкой какой-то и с небольшими какими-то вот такими вот бомжатскими итемами. Если там среди петов будет еще и лиса появляться, но ее будет, конечно, мало. Вот, если лису вы с вероятностью 1% типа захватили в сеть, но не словили, потом, да, вторую проверку на 5% не прошли, то получаете блестящий шелковый мешочек, и здесь, конечно, немножко более крутые итемы вам будут доставаться. Кроме того, за ежедневное задание, про которое я говорил, будете еще получать по 2 монетки раз в день. За эти монетки можно несколько часов получить бафчик, ну и кроме того, там еще немножко вот так сказать, светоч и шелковый мешочек лиса. Вот, в принципе, все. Все три акции интересные, прикольные, можно начинать разбираться. Не везде все очевидно и понятно, но, тем не менее, есть прикольные какие-то моменты, есть не очень прикольные моменты. Во всяком случае, что-то подоставать с этих питомцев можно будет попробовать, подобивать этих красных пацанов. Но посмотрим, насколько там еще будет лагать, потому что, понятное дело, туда весь сервер сейчас ломанется. В принципе, когда там вылезают 2 раза в день вот эти вот красные черти, зоны становятся не пвпшной. То есть, грубо говоря, по всей видимости, перед их появлением, какие-то крутые чуваки будут зачищать локацию от некороков, чтобы к моменту, когда вот они появились, там внутри локации было поменьше конкурентов, насколько я понимаю. Вот. Но в любом случае, в такой движухе в массово интересно поучаствовать. Плюс Пета можно за супердешево себе забрать. И еще в первой акции там тоже свои приколдессы, которые я озвучил. Огромное спасибо за внимание. Совсем скоро увидимся в следующих роликах. Всем пока.